Основная ошибка, когда заказчик думает, зачем делать так же, вы не сможете установить посудомоечную машину. Ваши материалы в кухне не подойдут к вашим обоям, ламинату. Еще одна распространенная ошибка. Ну а теперь расскажем некоторые полезные советы. Здравствуйте, меня зовут Маша. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему нужно сделать дизайн-проект до начала ремонта вашей кухни. Дизайн-проект до ремонта кухни. Что ваши ремонтные работы не будут совпадать с кухонными, так как розетки в кухне могут не совпадать с вашими электрическими приборами в кухне. Дизайн-проект позволит вам отсечь нереализуемые или даже вредные решения. Например, вы в интернете увидели картинку красивой кухни с шикарным большим островом посередине. Тоже хотите воплотить ее в жизнь. Но в вашем размере кухни это нереально. Кстати, в компании Кичлайн вы можете заказать не только кухонный гарнитур, но и ремонт в кухне в целом. По разработанному совместно с вами дизайн-проекту наши сотрудники смогут выполнить все работы по ремонту кухни. Так вы сможете сэкономить время и силы в таком непростом и сложном вопросе, как ремонт. Ну а теперь расскажем некоторые полезные советы. Важно делать упор на рабочую поверхность и количество шкафчиков, а не использование площади. Например, лучше установить прямую кухню, чем угловую, чтобы у вас было больше пространства на кухне. Также в кухне важно учесть открывание холодильника и место его установки. Если вы попытаетесь сделать ремонт без составления дизайн-проекта кухни, то вы можете столкнуться с некоторыми ошибками. Когда при установке кухни у вас с заварочной поверхностью будут розетки, с которыми вы не сможете пользоваться. Также вы не сможете установить посудомоечную машину, потому что у вас уже не будет выведена канализация под нее, либо не будет также хватать розетки. Не сможете повесить вытяжку, потому что будет воздуховод находиться в другом конце кухни, либо не будет выведена розетка под нее. Соответственно, подключить вы ее никак не сможете. Также, если вы захотите поставить стиральную машину в кухню, а у вас не будет под это рассчитаны ни розетки, ни канализации под воду. Еще одна распространенная ошибка – это когда духовой шкаф попадает на существующую розетку. Соответственно, ни розетка будет не использоваться, и духовой шкаф установить нереально будет. На этом все. Надеюсь, наше видео было полезным для вас. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.